День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Больше века на страже закона. Сегодня профессиональный праздник сотрудников внутренних дел. Скандальное собрание. В одном из домов Рязани за право управления склеснулись две организации. По зову сердца, жены рязанских офицеров поддержали армию России через объективы фотокамер. Павел Молков вовсю осваивает новые территории. В Мариуполе губернатор Рязанской области осмотрел ход восстановительных работ. Об этом Павел Молков сообщил в своем телеграм-канале. Он написал, поговорил с жителями квартала, которые помогают восстановить рязанские строители. Осталось немного потерпеть. К началу декабря завершим ремонт кровли, установку окон и дверей, подача тепла в квартиры во всех домах. Губернатор отдельно подчеркнул, оплачивают работу рязанских строителей из федерального бюджета. Сегодня день МВД. 10 ноября 1917 было подписано постановление о создании рабочей милиции. Уже 105 лет дата эта считается праздничной. До 2011 года это был день милиции, теперь день сотрудника органов внутренних дел. Как праздник отметили в Рязани в нашем следующем материале. Возложение цветов к мемориалу это уже добрая традиция, сложившаяся на протяжении многих лет. На камне высечены фамилии полицейских погибших при выполнении служебных обязанностей и на фронтах Великой Отечественной войны. День сотрудника органов внутренних дел всегда начинается с данью уважения подвигом своих коллег. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Цветы к мемориалу возложили начальнику МВД России по Рязанской области, его заместители, начальник следственного управления и председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Рязанской области. Присвоены очередные специальные звания полковник полиции, подполковнику полиции Алешину Константину Петровичу, начальнику отдела организации дознания управления. Очередные воинские звания, награды и благодарственные письма. Такая добрая традиция в этот праздник. Награду получили как действующие сотрудники полиции, так и ветерану УВД. Сохраняя традиции, они часто встречаются с сотрудниками и передают свой опыт. Ваша самоотверженная служба – это залог общественной стабильности, гарантия безопасности и покоя жителей Рязанской области. В борьбе с преступностью, на страже чести и достоинства проявляются ваши лучшие качества – силы и доброта, мужество и самопожертвования. Каждый из вас вносит неоценимый вклад в укрепление правопорядка и общественной безопасности. История МВД насчитывает больше 400 лет, начиная еще с царской России, когда в 16 веке на Руси появились так называемые губные старосты, по сути предшественники современных участковых. Спустя век указом Петра Первого появилась структура по охране общественного порядка, а в 1802 после манифеста Александра Первого появились органы внутренних дел. Сейчас в задачи полиции входит охрана общественного порядка, предотвращение и раскрытие преступлений и розыск совершивших их людей, борьба с терроризмом, экстремизмом и распространением наркотиков, контроль за оборотом оружия, а также обеспечение безопасности дорожного движения. Помощь полиции оказалась бы, кстати, сейчас и жильцам дома номер 15-2 на Касимовском шоссе. Как считают местные активисты, форму управления многоэтажкой пытаются сменить через рейдерский захват. Дескать, представители управляющей компании подделали подписи жильцов и провели незаконное собрание. В ситуацию попробовала разобраться и наша съемочная группа. Квартира 21, Ольга Николаевна. К сожалению, вот она сейчас на работе, вот присутствует ее мама, точно так же ее подпись была подделана и она сообщила, никогда не участвовала, не подписывала, ничего. И таких поддельных подписей большинство, говорит Максим Мех, он председатель ТСЖ. Голосование о смене способа управления дома прошло без его ведома. Мол, собрались активисты, которые против ТСЖ и с легкой руки подмахнули за большинство. Подписались даже за солдата, который сейчас в зоне СВО, говорят жильцы. И с 1 ноября способ управления многоквартирным жилым домом изменился, вопреки, мол, мнению людей. Нам нужен тот председатель, которого мы видим. Если у нас есть какая-то проблема, не знаю, прорвало трубу, или пахнет газом, или еще что-то, мы ему звоним, он приходит в течение 50 минут. То есть вот у меня Максим Русланович у нас управляет, у нас не было с ним проблем. Дом 15, корпус 2 по улице Касимовское шоссе 2009 года постройки. Все это время он управлялся через ТСЖ. Теперь с 1 ноября 2022 года ситуация изменилась. Официально. Формально дом остается под руководством ТСЖ. И сейчас управляющая компания «Рязань Комфорт Сервис» начинает дом благоустраивать. Жильцы говорят, что делают они это, что называется, для картинки. Косят траву в ноябре, например. А в подъезды пытаются проникнуть с помощью болгарки, ибо жильцы не пускают. Жильцам, естественно, такая ситуация не по нраву. Когда узнали о подделке, в жилищную инспекцию обратилось большое количество людей. Вот я говорил про 44 человек. Значит, один человек обратился непосредственно через сайт госуслуги, а 43 обратились с помощью коллективных заявлений. И все жители как один говорят, что мы не принимали участие в голосовании. Мы не подписывали вот этих бланков, которые были приобщены к протоколу общего собрания. Говорить о том, что абсолютно все жители дома за ТСЖ тоже нельзя. Однако жители говорят, что это все равно не то количество, которое нужно для смены формы управления. Жители уже написали и в госжилинспекцию, и к губернатору. Пока ответы их не радуют. ГЖИ смену власти признал законной. У нас есть единственный орган, который имеет право говорить о том, кто управляет Думом. Это государственная жилищная инспекция в ЗАГО, которая принимает данные решения. На сегодняшний день есть приказ жилищной инспекции. Это номер 430. Он 19 октября 2022 года. Приступить к полномочиям с 1 ноября управлением данным МКД. Жители дома, буквально вчера, мы встречались, было собрание у нас. То есть недовольные жители в основном это те, это члены правления, это СЖ и председатели СЖ. Пока что это только начало огромного сражения, где свою правду каждый из сторон обещает подкрепить документально. А в настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Подделка документов». Наша съемочная группа направит запрос в госжилинспекцию за комментарием. Мы будем следить за развитием событий. Рязань присоединилась к фотопроекту «Жены офицера». Зародился он в Самаре, а совсем недавно, напомню, альбом с портретами тех, чьи мужья сейчас на передовой, организаторы презентовали президенту страны Владимиру Путину. Фотографы из Лязани эту идею подхватили, а вот как реализовали ее в столице ВДВ, смотрите далее. Три года назад Екатерина согласилась быть супругой военного. Тогда еще и мысли о том, что придется расстаться надолго, не могло возникать. Мы со всем справимся. Когда-то это все закончится, и он вернется к нам обратно домой. Мы все равно знали, что у них свои собственные риски, своя работа, которую они сейчас выполняют по максимуму. В это непростое тревожное время, когда у мужчин снова актуальна профессия родину, защищать дома тоже волнительно. Их ждут семьи. И сложно себе представить, какие чувства переполняют матерей, сестер, жен. Мало кто говорит о женщинах, которые остались в тылу и ждут своих мужей, отцов. У них такая же тяжелая ноша, как и у их любимых. Девчонки очень интересные, красивые, как вы уже посмотрели на фотографиях. У них у всех горящие глаза, у них у всех есть внутренний мир, душа. И вот это очень легко было передать с помощью таких крупных интересных портретов. Екатерина не видела своего мужа, военного фельдшера, с февраля, с самого начала СВО. И участие в этом проекте не просто фотосессия и для нее, и для него. Я сначала посоветовалась с мужем, он очень обрадовался, что я буду там участвовать, потому что, во-первых, получится очень красивая фотография, которая останется нам на память об этом, обо всем. Так он очень гордится, что его здесь ждут. Для самих женщин эта фотосессия и возможность переключиться от тревожных мыслей, и своеобразные лучи к надежде. На то, что скоро эти фотографии вместе с мужьями они будут рассматривать за семейным ужином. Быть женой военного не просто, конечно, и в спокойное время, но каждая знала, на что идет. Это гражданский подвиг, на самом деле. К этому нельзя подготовиться, и никогда тебе никто не объяснит, каково это жить с военнослужащим, с офицером. Чем больше ты с ним и дольше живешь, тем это сложнее и тяжелее с каждым годом. Но на гражданскую жизнь я бы никогда это не променяла. Потому что наши мужья, дети, отцы, все те, кто находится сейчас в зоне СВО, это настоящие герои. Абсолютно все. От рядового до генерала – это люди, которые не испугались, которые взяли ответственность за себя, за всю страну. И что мы можем бояться, если у нас такие мужья, которые не испугались, пойти защищать свою страну. Идея создать галерею портретов жен военнослужащих возникла у известного рязанского фотографа Анжелы Денисовой. Услышав по телевизору новости о том, что самарский губернатор дарит Владимиру Путину альбом с фотографиями офицерских жен, она загорелась идеей. Оказалось, что эту идею многие города подхватили. Уже идет такой вот флешмоб по всем городам, по всем регионам. Но я подумала, почему Рязань хуже, да? Рязань – это вообще столица ВДВ. Сразу же моментально пост разместила, и пошли отклики, заявки на съемку. Идут все, не модели, так скажем, просто обычные женщины. Просто надо в каждой найти красоту. Вот и все. А они все красивы на самом деле. Поддержали идею стилисты и другие фотографы из Рязани. Анна Козлова, Мария Ермакова, Ольга Акиншина, Елена Пахомова, Ангелина Косова и Анна Шилова. Все абсолютно безвозмездно. По зову сердца. Это мой первый опыт в таких крупных проектах. Но, безусловно, он важен. Важен лично для меня. Я это сделала по зову сердца. То есть, я так решила, что так правильно. Я, когда вижу таких девушек, женщин, я не удивляюсь этому. Потому что, наверное, наши русские женщины, тем более жены офицеров, они такие, как Некрасов, да, у нас писал. Коня на скако становят, горячий избы. Это вот про нас, про всех. 25 ноября в библиотеке Горького состоится выставка портретов, которые получились в рамках фотопроекта. А духотворенные, прекрасные лица, сильных, любящих женщин. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Перед футбольным матчем между Рязанью и Тамбовским «Спартаком» у подопечных Дмитрия Сережкина оставались лишь теоретические шансы для попадания в шестерку лучших. Рязанцам нужна была только победа. В профессиональном спорте цена победы всегда высока, пусть даже во второй лиге. Летом набравшая ход Рязань, казалось, прочно застолбила себе место в шестерке, а значит и во второй финальной пульке. Что произошло потом, наверное, не понимает сейчас никто. Но факт остается фактом. К домашнему матчу с Тамбовским «Спартаком» подопечные Дмитрия Сережкина подошли с пятиматчевой безвыигрышной серии. И в итоге шансы на продолжение борьбы пусть и оставались, но только теоретически. Рязань вышла в самом боевом составе и к середине первого тайма прочно обосновалась на половине соперника. Но мяч упорно не шел в ворота. Они стараются, создают моменты, но в реализации. Вся проблема в реализации. В каждом матче причем. Это эпизоды игры, которые самые важные. Здесь нужно проявлять мастерство, решать эти эпизоды. Не можем решить. Конечно, ребята тоже переживают, хотят, но тоже не получается у них. Поэтому когда-то, наверное, будут забивать, пока не идет. Во втором тайме тамбовчане перестроились и даже попытались огрызнуться, но самые опасные моменты случились и у тех, и у других ворот уже в компенсированное арбитром время. Но голкипер твердо решили остаться с сухарями. Безголевая ничья после поражения Тульского «Арсенала-2» обострила ситуацию перед последним туром. Расклады теперь считают и в Рязани, и в Тамбове. У Тулы 28 очков, у 27 у Строгино, 26 у вас и 26 у нас. Так что борьба будет, я думаю. Надежда умирает последней, так что будем считать, будем выводить. Главное, надо от своей игры плясать. Ребятам говорю, что нужно играть в футбол. Как там соперники играют, это второстепенно. Главное, чтобы мы играли, выигрывали, приносили очки, радовали болельщиков и зарабатывали премиально. И действительно, шансы вскочить в уходящий поезд перед последним туром есть у обеих команд. Вот только рязанцам предстоит сыграть с липецким металлургом, который прочно обосновался вверху турнирной таблицы. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова